Отлично прокачанных булки это здорово, но первый пряморукий игрок с убийственным потенциалом или первый криворукий игрок, у которого слишком много убийственного потенциала, и как бы Хьюстон у нас проблемы очевидные. Просто я бы сказал бы еще, что теоретически таким ХД будет даже немножко тяжело играть с какими-то орками или хмырями, то есть вполне кажется, что вот в матчапах как бы любой шальной пробой очень негативно влияет на команду. То есть любая потеря, она прям будет чувствоваться, хотя во всех остальных матчапах как бы там подъявить будет что-то тяжело. То есть команда классная, без вопросов классная, но при этом в ней чувствуется вот эта вот слабина перед психией. То есть помнишь Дио того Нургля в плей-оффе Кола? То есть вот такой Нургаль в плей-оффе Кола, если попадется. Как его звали-то, господи Иисусе? Ну ты понял, о ком я. Он же реально может. Притом, может он даже и не пройдет. В смысле, его реально можно будет позиционно переиграть, скорее всего. Только проблема в том, что это может реально кого-то выломать. Это самое грустное. Ну это круто, конечно, что у тебя будут свои парни из качалки, но в общем... Они называли меня безумцем, а я все равно взял. Ну я не осуждаю, я не осуждаю. Идея прикольная. Просто, на мой взгляд, менеджировать такое количество... Менеджировать такое количество силы тяжеловато, именно по ТВ. Убор-гномоед. Убор готовился есть гномов, а на него напал ельф. Смерть ельфам. Но тема классная, серьезно. То есть я с удовольствием посмотрю на то, что ты на ней покажешь. Только другой вопрос, что ее все надо еще качать, качать и качать. Даже моих 2080 нурглей надо качать. То есть как минимум еще надо ловить крепкие руки хоть на кого-то. В идеале, видимо, надо, конечно, брать такл на агилу и брать крепкие руки на восьмой мув. Но это спорный вопрос. А может и на обоих надо брать такл? А может... Нет, ладно, одного кого-то крепкие руки надо. Борьбу бы надо выкачать. Дио еще, понимаете, у Дио еще проблема. Дио качается, как адекватный человек. Я имею в виду, что он берет первым апом горды. И, кажется, не выебывается. А я вот заметил, что сейчас очень много людей реально любят начинать играть на ХД с МБ. Хотя это, ну, мягко скажем, довольно нетривиальная задача. Это будет под... Или он хочет попячить вот это вот. Что здесь, какая интересная игра будет сейчас. У Кума, кстати, хватило на две взятки. О, это будет фолл, ребят. Это эльфы совсем обнаглели. Это эльфы, которые идут в фулл контакт с орками и пытаются их избить. Ну, да, спиртолок. Особенно среди новичков просто это распространено. Самый прикол, что в основном катают это новички. Это самое неприятное. Иногда у них даже получается. Хотя, я помню, у Крутска один раз был прикол, что он выходил такой тимой, именно что качаясь через МБ. Но там просто вышел паровоз крутых матчей. Шикарный минус. Честно говоря, если играть на результат, может быть, стоило подумать о аптеке. Но проблема в том, что ХД уступает по силе очень многим командам. То есть, если ты не берешь Горды, а берешь МБ, теоретически даже Хуманы могут тебя рыло в рыло разломать. Ну, без шуток. То есть, реально могут выйти Хуманы и встать с контактами, и ты просто ударов не будешь иметь. Это... Я такое видел. Прокачка через МБ это просто... Как это правильно сказать-то? Это рулетка. Тебе может выпасть действительно классный матч, когда ты сидишь, качаешься, вздыхаешь и так далее. Но это не часто бывает. То есть, обычно ты наоборот понимаешь, что будет грустно. Вот. Если коротко говорить. Эльф по лошадь чёрка, да он вообще охуел. Если честно. Ну, это Рейн. Господи, ребят, это Рейн. В смысле... Ну, кто ожидал от него адекватной игры? Я имею в виду, что по нему видно, что он такой, как бы, ну... Он... Он пришёл... Мачете убивает, короче. Понимаете? Мачете убивает. Могу только посочувствовать, что именно Ку... Вот у Кума какая-то потрясающая способность попадать на зверей, которые его дайс. У Кума это реально какая-то натурально суперсила. Я не знаю, если ещё другой человек, который умеет попадать в такие матчи буквально каждый день. Вот. Ну, в смысле, каждый игровой день. У Кума дар огребать. Честно говоря, дар, конечно, не особо весёлый. Я бы не хотел иметь дар, когда буквально любой чел тебя дайсит. И избивает. Да, по-о-о-о-о, да, уже по херам. Ну, ещё минус. Ну, вообще, гуляем, пацаны. А чё? А в смысле? А чё ты мне сделаешь? Я, как бы, в другом городе за маты звени. Бля, мирские эльфы вообще. Они же реально просто перебашивают. Понимаете? Они реально перебашивают пока что орков. В смысле, по оркам не видно, что орки могут чё-то закомбетчить в этой игре. Потому что всё, что пока делают орки, получают сквирт шампанского в лицо. И где пробой орков, собственно говоря? Я на самом деле ненавижу играть с эльфами, которые тупо идут в лицо. Это буквально самые раздражающие эльфы. А самое раздражающее, когда эльфы идут в фулл контакт и не ломаются. Эльфы, которые идут в фулл контакт и не ломаются, вызывают какую-то просто невероятную ярость. Хочется найти их в поле и убить лопатой. Понимаете, о чём я? Как там было вот это вот старое про зайца в поле лопатой убью? Да, но эльфы уже просто вообще бесчинствуют. Буквально эльфы бесчинствуют. Они просто раскидали основных орков, зафалили всё, что можно было зафалить. Контролить всё, что... Короче, орки просто щемятся от них по всему полю. Ну всё. Это просто драйв, где орков избили. По факту. Если сейчас колокола не встанут, то это вообще печаль. Нужен такл, такл. О, хорошо. Девочка Бладвайзера сыграла. Ну, ладно, он кинул 5-5, как бы. Но куму надо было тратить аптеку. То есть надо было поднимать до кудака, потому что он, короче, важный игрок. Он реально важный игрок, его надо было поднимать. Ну, если мы играем на результат, конечно. Если нам не пофиг, его надо было поднимать. Если нам пофиг, ну, как бы, ну, окей. Нам пофиг. Две взятки у орка, а фалит эльф. Ну, потому что эльфы охренели. У них есть пятка и желание фалить. Орку, кстати, может быть, стоило вместо одной пятки взять, вместо одной взятки, взять пятку с, взять линейку с пяткой. То есть линейка с пяткой в этой игре была бы очень хороша. А так бы с пятки фалить как-то, ну, правда, один-два, то есть тут... Тут дело, конечно, не только в пятке. А еще проблема в том, что очень сильно о мече заботится кум. Кум играет против эльфа и строится от забеганий. Только он не понимает, что он играет на самом деле через эльфа Трансвестита. То есть мы думаем, что это эльф, а на деле он позиционирует свой гендер как хаосит. Это эльф, который по гендеру хаосит. И как бы он фалит, бьет и вот это вот все делает. Ему неинтересно вот там забегания какие-то глобальные делать. В этом... это одна из скрытых проблем гендеров в наше время. Ты думаешь, что играешь с эльфом и тебя бьет хаосит? Ну, как бы да. Можно только посочувствовать. Ну, если без ров, это реально супер-бесячий матч. У меня на них матчи обычно жопа кипит мгновенно. У меня в полу был такой последний матч. Но самое смешное, что они как бы их и не бьют по сути. То есть либо удары в молоко, либо не пробои. Это же буквально самый раздражающий момент. нет. Орк не понял, что он эльф, а эльф это орк. Надо было в закат пытаться, хотя там со стрипболом были не самые сложные кубы. То есть стоило блицевать вот сюда, давать вкладку и закатить. А кум даже никого на гол не завел. Это ошибка. Как ни странно, план спиритолога был намного лучше плана кума. То есть план спиритолога условно имеет смысл и дает шансы на гол. А план кума дает пососать писос. Да, я думаю он горел. Спасибо, что еще маг не сыграл. Ну повезло. Это Это, по-моему, первый раз в матче, когда... Вот Кум решил сейчас идти... Ой, Кум. Рейн решил идти в мяч вместо безбожных ударов. И игра наказала. Чувствуете? Это буквально первый момент в матче. Первый момент в матче. Когда Кум пытался... Ой, когда... Когда Рейн пытался поиграть в мяч. Да, мог забить Орк. На таких кубах Орк мог забить. Это правда. Ну, слушай, спиритолог, кто заранее знает, какие кубы будут? Просто да, Кум сыграл как Сыкло. Или просто сгорел, я не знаю. Скорее сгорел. Ладно, он не Сыкло, просто сгорел. Но слушайте, ребята. Пришел пробой на восьмой ход. То есть, если говорить серьезно... Восьмой ход, это еще не поздно. В смысле... Пробой на восьмой ход еще может вытащить заволосы из... Из канавы. Это будет фол. А я бы вообще не сюда бы подходил бы. Я бы думал бы о фоле подскока. Гартед, а он не фолит. Эм... Ну ладно. Ну все, вернулся к своей эстезе. Рейн. Типа, а что? А в смысле? ПО. Ну спасибо, что только пробой. Как они это делают? Клятые эльфы. Опять про... Да, Епсен... Вот реально цензура, ребят. А стоит понимать, что все это была атака типа орков. О, привет, Рейн. Тебе стыдно? Скажи, что тебе стыдно, пожалуйста. Скажи, как бы... Ребята, ну я как бы это... Ну... Оно само. Я не хотел его убивать. Он просто... Сколько-то раз подряд упал на мой нож. За что? За безбожное избиение эльфами орков. Как тебя земля носит-то после такого? Ему даже не стыдно, ребята. Ему даже не стыдно. Надо писать письмо в профсоюз орков, чтобы они там рассмотрели претензию. Назначили вот этого эльфика на... В это... В охоту на головы в рубле. Знаете, как бы... Догнать его, освежевать, сделать пуфик под кровать. В Москве после ливня затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Круто. Какой хороший маг. Почти. Правда, по-моему, его как-то... Супер реализованием. Это скорее маг на дамаг был условный. То есть, ребята хорошо упали, только толку от этого, к сожалению, примерно нисколько. Ну, Китен, тебя как-то пока это... Тебе надо кого-нибудь жестко избить из хороших игроков, чтобы мы тебя взяли. Я, правда, не совсем орк. Знаешь... Я его понимаю, Рейн. В смысле... Я понимаю, откуда у Кума такая жажда насилия. Хорошее имя для орка, кстати, мне нравится. У меня, правда, конечно, немножко нарушен ряд этого ассоциаций, потому что я рассматриваю... У меня ассоциируется Навуходоносор с Матрицей в первую очередь. Стыдновато, ребята, стыдновато. Не чувствуешь себя человеком культуры. Да ничего, Рейн, все же знают, что если ты не видишь смену погоды, то она и не работает, как бы. Проблема просто в том, что дождик обычно сильно видно и снег, а другие погоды не так видно. Акияма, а ты разве в профсоюзе орков? Или у тебя свой профсоюз? Что-то я у орков-то реально проснулся про бой. То есть, если по-хорошему подумать, с голом-то лучше сильно не затягивать. В плане того, что, может быть, когда-то разовьется момент, при котором... Как бы немножко маловато будет на поле хаёв, и забить будет уже тяжелее. Меня никто никуда не приглашал, Акияма. Я не понимаю, это что-то из гей-сленга? Странно тогда, что там Китон. Ну ладно. Это... Это чёрк атакующий мяч, ребят. Ничего себе. Это... Это... Это орк... Орк Буллхантер. Почти как мумия сейфти Евгеника. Да, опять ПОшим. Чё там? Чё нам-то, кабанам? Го ПОшить. Я никакого отношения к гей-сленгу не имею. Да, 4 плюс неточный. Отличная игра, Рейн. Прям, знаешь... Даже странно, что не прокатило. Тролль-слейер? Да я не тролль-слейер. Я скорее тролль. Просто постаревший немножко. Я не видел солнца. Посмотрел бы на небо. А? 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 Рейн слишком сильно приблизился к солнцу Дайсинга. И оно опалило его крылья. И он упал на землю и разбился. Ну, не факт, что ещё разбился. Но... История... Как там звали-то? Господи, ясюся. Икари. Икари. А вот. Ой, дабла. Обидно, обидно. Повезло. Отскочил, отскочил. Хотя надо было сначала меченосом, мне кажется, идти за мечом. Это... Это фейл от Кума. Немножко проидиотничал. Игра... Игра прощает просто за всё. Да, пофигу. Три плюс. Окей. Да, Рейн чё-то как-то... Нет, ну красиво привозит игру, ребят, согласитесь. Рейн привозит игру с песней, с музыкой, с плясками. С медведями практически. Как бы моё уважение. У человека есть фантазия. Правда, эльфы уже кончились почти. По сути, сейчас уже всё сводится к тому, смогут ли орки поднять мяч. Потому что если смогут, то у Рейна, конечно, будут проблемы. Да, чё-то похоже на проблемы, конечно. Пробой возмездия всё-таки пришёл. Мы его, конечно, долго ждали. Но рано или поздно пробой возмездия должен был прийти. Ого, кум спаунил о мяче? Ничего себе. Я думал, у орков не принято вспоминать о мяче. Ничего себе. А, кажется, мяч и есть. Вот так вот, пацаны. Никто не ожидал, а мяч он такой, да. Присутствует на поле. Правда, опять чё-то не пошло. Не хватает реролов, не хватает реролов. Эльфы кончились. Но у них была такая задача. Они были настроены на то, чтобы кончиться. У них была какая-то стратегия, и они её придерживались. Так что можно только похвалить за упорство Рейна, который решил в выигрышном матче сделать интересным. Но я всё равно слабо представляю, что эту игру можно отдать. То есть, мне-то думается, что тут ещё как бы тяжело, тяжело. Если бы... Если бы... Ну, ты же не забил. Если бы, то кабы. Во рту росли грибы. Мне просто кажется, что ты немножко Рейн как бы увлёкся, прости уж. По ощущениям, ты немножко увлёкся. Хотя я не спорю, конечно, что избивать орков, это наверняка как бы ультра интересное занятие. Тяжело оторваться как-то. А то у тебя есть кулаки, там есть орки. Гоу-гоу, пауэр, рейнджерс. Тун-тун, тун-тун, тун. Просто иногда неплохо как бы... Как бы так выразиться-то? Немножко абстрагироваться от интеллектуальной игры. Вот. Ну, мне не нравится, как ты второй тайм играл, рейнджерс. Первый, ладно. Там вот реализуй ты мага, это была бы точно конечная. Но второй тайм можно было разыграть как-то поаккуратнее. Плохой скаттер. Ну, это большая ошибка, все, что я могу сказать. Это как на Гагрис мне вчера говорил, типа, а ты пробовал не кидать даблу? Вот я могу дать совет подобного толка и сказать, что, как бы... В следующий раз лучше следить за погодой. Отличный скаттер. Да, все прокатило. Похоже даже, что все-таки второй гол будет забит. А! Хотел дать пас вперед. Но здесь мы не будем шутить про погоду. Это был правильный пас вперед, просто кубы сказали не сегодня. Проблема только в том, что... Не похоже, что орк при этом все равно сможет... Че-то сделать. Мы же не будем проталкивать сайдстеп с меча? Не будем, хорошо. Можно было, кстати, и не подходить, но... Окей. А может мне кого-то на гол завить? Да, молодцы. На гол кто-то побежал. А у тебя сущая с очков в сале, Рейн? Ты как там? Потенциально выходишь или потенциально не выходишь? Тринадцать очков. Ну, неплохо. Потенциально похоже на выход. То есть надо в оставшихся, как я понимаю, трех турах набрать очков 6. Ну, 5-6 плюс-минус. 5-ти, наверное, хватит. То есть победка, 2 ничьи, например. Или 2 победки. Ну, Кум, конечно, не идеально разыграл в сложной ситуации. Но думаю, что у него, наверное, есть какие-то поводы немножко так это погрустить от результата матча. Ай. А, молодец, Кум. От души, брат. Так надо было фалить чёрком, он как бы это... Ой. Весёлый матч, конечно. Вот это, да, это MVP, который ушёл на второй ход, да? Молодец. Топовый MVP. Найс. Ну, кубы были хорошие, на самом деле. В целом, всё равно кубы были хорошие у Рейна. Ну да ладно.